Возраст таланту не помеха. В России очень много футболистов, и каждому постоянно об этом напоминают. Но с другой же стороны, те же самые люди утверждают, что молодой футболист должен обрасти мясом, набраться опыта. И это зачастую очень сильно мешает. Различные аренды в первый дивизион и ниже — это всегда большая опасность. Футболист может вернуться просто-напросто не готовым, а деревеневшим и вообще не понимающим своей роли в российской премьер-лиге. Джамал Динха Джиньязов — огромное исключение. Парню 17 лет. На тот момент ему нужно было доказать, что он силен, и он сделал это в составе юношеской сборной России. Он выиграл чемпионат Европы и обратил на себя внимание клубов, но все думали, что 17-летний парень — это не тот случай, когда нужно стремиться подписать человек как можно быстрее. Все тратили время, пытались понять, что это за человек, а «Зенит» все-таки решился и подписал пацана буквально. Того, кто на первый взгляд совершенно не нужен команде. Доменика Кришета, в конце концов Александр Лукович. Но происходит чудо, и 17-летний, напоминаю, совсем-совсем молодой юнец вытесняет Луковича и показывает себя достойным даже в борьбе с Доменика Кришета. Первые матчи Ходжиньязова, коих совершенно немного на первый взгляд, все-таки доказывают, что находятся в России футболисты, до сих пор умеющие играть крайнего защитника. Со времен Анюкова такого таланта-то и не было. Йоргий Щенников, наверное, также хорош, но Ходжиньязов моложе. Ходжиньязов талантливее, и ему нужно всего лишь много игрового времени. У него практически нет недостатков уже сейчас. Он мощен, умеет помогать атаке, скоростной совершенно футболист. И самое главное, он универсален. Он может подстраховать практически любую позицию. Современный футбол просто-таки привязан к той системе, когда футболист отвечает только за свою позицию. И как только ситуация меняется, то игроки, они как роботы. Они не могут перестроиться, они не могут показать себя. В связи с этим как раз-таки и есть смысл говорить о перспективах Джамалдина в «Зените». Лига чемпионов — это типичное подтверждение тому, что в Питере всегда бывают с этим проблемы. Ошибается один — нет подстраховки. А Джамалдин, будучи даже крайним защитником, постоянно оказывается там, где от него никто на первый взгляд этого не ожидает. Если кто-то посчитал всего лишь авансом выход Хаджиньязова на поле в чемпионате России, я могу сказать совершенно другое. Лучано Спалетти оценил дебют Джамалдина на «Отлично». Он верит в этого парня. Это не Иван Соловьев. Он не покупает за огромные деньги. Он берется практически за бесплатное, чтобы в дальнейшем развиться в лучшего крайнего защитника страны. Это был проект «Футбольный россияне». У микрофона был Михаил Закиров. Верьте в Россию. Редактор субтитров А.Семкин